Сотрудники икорного цеха работают слаженно, не отвлекаясь на посторонних. Сегодня на рыбоперерабатывающий завод приехали представители Минпромторга и Государственной Думы России. Высокие гости здесь, чтобы узнать, как в области стартовал эксперимент по маркировке красной икры в рамках проекта «Честный знак». Маркировка, прежде всего, защищает тех, кто производит качественную легальную продукцию. В икре, по нашим данным, есть разные оценки. Минфин считает 25 процентов контрафакта. Другие наши исследовательские группы считают, что до 30 процентов. Мы в Думе считаем, что больше. Сахалинская область входит в топ регионов по добыче и производству красной икры и сразу два островных предприятия стали участниками новой системы. В цех поставили оборудование и начали обучать персонал нанесению маркировки. Наша цель – это знакомство с оборудованием и программой для того, чтобы потом приобрести оборудование и внедрить его у себя на предприятии. Нам это надо для того, чтобы подойти к этапу обязательной маркировки наиболее подготовленными. Если вы этот код сканируете приложением честный знак, то вы увидите всю необходимую информацию об этом продукте. Да, это производство, годен до, производитель и, соответственно, то, что она введена в оборот и может быть реализована на кассе. Главная цель системы – сокращение нелегальной продукции в магазинах и, следовательно, борьба с браконьерами. Благодаря новой практике можно будет отследить не только производителя, но и реализацию. Подделать маркировку нельзя. Для каждой упаковки она индивидуальна. Браконьерки будет меньше, а может вообще не будет, потому что ее некуда будет девать. Мы очень рады и довольны, что у нас появилось такое оборудование, которое, я думаю, нам оставят, товарищи экспериментаторы, и мы будем им пользоваться. И все будут знать, что икра вышится с этим маркером. Это абсолютно легальная, классная, красивая, вкусная икра. Маркированная икра поступит в продажу уже в октябре. Анастасия Красова, Александр Шкотов, телекомпания ОТВ.